Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Не только жарко на улице, но и в политической жизни Конечно, это во многом, наверное, обусловлено грядущими выборами, которые у нас пройдут в октябре Сейчас обо всем об этом поговорим Об этой горячей повестке дня Депутат Рижской Думы и Михаил Каменецкий Добрый день Добрый день Много тем попытаемся их так вот последовательно обсудить Но по горячим следам было заседание буквально на днях Думы Партии Согласия, которого вы представляете Я знаю, как социальные сети, особенно латышскоязычные, булили после того, как Согласие объявило, что их кандидат-президент Петрис Погис Пока не мере в латышской культурной среде он очень известен Может быть, он малоизвестен русскоязычным Вот что вы по этому поводу думаете? Во-первых, я бы не согласился Я не считаю, что можно эту среду назвать латышская культурная среда Латышская культурная среда – это иное понятие Потому что вот эта вот среда латышская, которая сейчас пытается комментировать Вот эти все предвыборные истории Особенно с точки зрения влияния на избирателя А именно в том плане, что Согласие – это невозможный партнер для сотрудничества Исчадие, да это вообще какой-то экзорцизм начинается политически Поэтому, да, это шок, это шок Но здесь это шок для тех, кому выгодно видеть только черное и белое Вот для них это неприемлемо, это страшно, это опасно Может, они сами демонизируют, да? Ну, именно так Ну, то есть сейчас Согласие в такой ситуации, когда мы, наверное, идем очень правильным путем Потому что критикуют нас просто и справа, и слева И как раз-таки, вот я бы хотел сказать, что и там, и там нас критикуют люди-сторонники черно-белого Поэтому, да, у нас список большой И кандидат премьеры Домбровский, который, так сказать, уже и министром побывал И многие его считали настолько серьезным представителем существующего эстеблишмента Что этот вариант не рассматривали Да, но огромное количество людей всех национальностей Причем очень, так сказать, успешных в жизни людей Ну, генерал Залайтис, например, идет Бывшая работница Министерства образования, которая поняла, что это катастрофа Вот эта реформа, да Да, много интересных людей И, так сказать, наряду с традиционными нашими взглядами С традиционными кандидатами в депутаты Конечно, все депутаты Сейма будут пытаться вновь баллотироваться Ну, вот такие вот новые тенденции, которые показывают многообразие этой страны Мы сейчас дошли до такого уровня, да, где дальше катастрофа И вот чтобы эту катастрофу можно предотвратить только вот такими вот общими усилиями Убеждая людей работать вместе Потому что сегодня, посмотрите, все что угодно, только не согласитесь Они пишут это, что бы мы не делали Это все равно рука Кремля, это рука Москвы Это враги Латвии Постоянно это идет вот это нагнетание Потому что нету больше аргументов Вот только этот один Да, ну вот пока они с одной рукой вот это нагнетает Второй рукой, я так понимаю, что принимаются или предлагаются такие инициативы Мы даже 90-е годы, вот я помню 90-е годы Михаил, вы помните, еще не хуже меня, даже лучше Но даже такого махрового, я извиняюсь, национализма не было Вот только что, буквально 5 минут тому назад Вот я смотрю за стенограмму И Сейм проголосовал за принятие в третьем окончательном чтении Поправок, которые запрещают преподавать на русском языке в частных вузах То есть вообще что-то в мире, вообще немыслимом в демократическом мире Даже не только в демократическом Что люди за свои деньги, в том числе иностранные студенты Не могут учиться на русском языке, где есть все База, преподаватели, среда И я так понимаю, что там вот целая группа националов Сейчас мы об этом тоже поговорим Ведь носились идеи вот этих поправок Которые позволяли бы и с посетителями больше на русском языке Не общаться с клиентами Да, это очередное предложение Представителей национального объединения Одиозного ЕСЛНЕКС Вы понимаете, в чем дело? Все предложения национального объединения Которые не имеют прямого отношения к главной теме А именно антирусской Они все граничат с идиотизмом Все экономически Я вам приведу пример Предложение Кирштейнса о том, что вместо мигрантов надо роботов вводить Ввозить в Латвию Ну, люди поиздевались, но забыли Ну, бывает вот такое, да, глупость сказал Потом предложение Кажется, да, потом это заявление Домброва по поводу того, что Иностранные студенты Да, антикебабные эти заявления Что иностранные студенты не учатся, а работают в кебабных Для этого они всю жизнь мечтали приехать в Латвию, чтобы работать в кебабных То есть, естественно, что студенты подрабатывают Всегда так было Если ты из страны, где умеют делать кебабы И ты, так сказать, на рынке востребован Почему тебе в свободное от учебы время не подрабатывают Если не будет покупать кебабу, и за это закроется все Да, но мы еще по операции и других приключениях Шурика помним Да, как студентам надо подрабатывать Настройки в кебабной, какая разница Потом было гениальное экономическое предложение Которое, так сказать, я не знаю Все нобелевские кандидаты по экономике Лауреаты по экономике Группманы вообще, да Да, 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 понимаете Господин Парадник заявил, что надо сигареты и алкоголь Для повышения поступления этих товаров Продавать только по карточкам Не продавать за наличные деньги Ну, гений просто, понимаете То есть, за наличные пить, курить нельзя А за карточку можно хоть купиться Да, 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 и все будут Ну, потому что ты пей сколько хочешь Главное, плати С банка в карточке, да Вот, то есть, вот эти все, еще раз повторю Близкие к идиотизму предложения Которые не имеют отношения к их основной теме Да, они поняли, что здесь уже опасно И господин Еселник сегодня выступил Ну, недавно выступил с такой вот С криком души И привел с собой девушку Лелде Что сказала девушка Лелде? Девушка Лелде из провинции, скорее всего И она не знает русский язык Ну, это печально, конечно, да Ну, это результат вот их политики этой Они делают своих молодых людей Из провинции неконкурентоспособными И девушка Лелде, научная, конечно, ее научили Что говорить Она заявила, что, ну, как это так Меня не берут на работу в сферу обслуживания Ее, понимаете, наверное, в Старую Ригу Не берут на работу Потому что она ни слова не знает по-русски Ну, вот, конечно, эта ситуация Катастрофическая Что они будут делать, я не знаю Может, наконец, все-таки поймут, что нужно лучше, так сказать Больше языков знать, чем меньше А может быть, надо, они пойдут дальше и скажут Слушайте, ну, если человек знает государственный язык Может быть, ему образование вообще не нужно Зачем хирургу, медицинское образование и так далее Правильно Вот, но ведь ситуация бывает Это же не первый случай В прошлом созыве Рижская дума была девушка Ничего плохого про нее сказать не могу Я ее не слышал ни разу, она народ не раскрыла Ни разу на трибуне не была Была девушка такая чудесная Которая стала популярна в национальных кругах Потому что она, работая в Нарвисе Не ответила покупателю на государственном языке Это уже основание его Она на русском не ответила Она не знала его Может быть, она не специально Она не знала Это дело раздули так, что ее поставили в список Рижскую думу И она прошла Не сразу, но там через два года кто-то ушел в саймы И она стала депутатом Рижской думы И тихо отсидела, она по-латышски тоже там не говорила Ну потому что, ну что, ей сказать-то нечего То есть, вот это, это сегодня, это сегодня Так сказать, вообще, мне кажется, что Ну, я вообще думал, что давно Отомрут партии одного вопроса Ну, инерция все-таки такая сильная Что это не так быстро И теперь начинается у них савастар По какому-то варианту Вот сейчас мы к ним подойдем У них начинаются интересные разборки Да, ну, в принципе, это логично Потому что, если мы возьмем Рижскую думу Вы это видите, каждый день наблюдаете Мы со стороны, а вы изнутри Что до сих пор ТБ, Весу, Латвии И национальное объединение Вместе с новыми консерваторами Нападали на согласие за все Там какая-то ямочка на дороге Еще чего-то, ну, все мы понимаем И они как бы вместе спелись Хотя у них одинаковый электорат Они между собой конкуренты Видимо, по мере приближения к выборам Я не прав Господин Борденцы, кто там, Юрош Поняли, слушайте, вот так они вместе отсидят И в результате они не попадут Все им надо что-то делать Ну, во-первых, я бы хотел сказать Такую вещь очень интересную Профессионально депутаты Рижской думы От национального объединения Гораздо выше, чем то, что мы видим сами Вот это я просто хотел такую ремарку То есть, все-таки они в Рижской думе? Они в Рижской думе Мы занимаемся в значительной степени Хозяйственными вопросами Я как раз таки хочу сказать Что гораздо более профессиональные депутаты От национального объединения Чем те же депутаты в Сайме Или депутаты от новых консерваторов Которых там, ну, своя Это несколько психопатичное отношение ко всему Но это ладно, бог с ними Вот, но и тут начинается Начинается следующее Что, да, надо Определять, надо бороться за голоса Вот того специфического электората Который всегда против всех И национальное объединение понимает Что они могут проиграть Поэтому Людвиги там особо и нету Но господин Юрош пошел дальше Он заявил, что Райвис Дзинтерс И им получали взятки в сотни тысяч В сотни тысяч Ну, мне кажется Здесь только два В нормальной стране было бы два решения Два только, да Или за Дзинтерсом и Параднексом Приходят, как пришли за Кайменьшем Или надо ответить за клевету Юрошу И тоже его должны, так сказать Как минимум в политическое небытие Отправить, а по-настоящему Конечно, он должен ответить По полной строгости Но этого все равно, к сожалению Ничего не произойдет Не произойдет Потому что Пройдут выборы Они сядут вместе Побратаются очередной раз Потому что им все равно Коррумпант, вор, подлес Главное, чтобы он был не из согласия Вот это их Вот это их кредо Теперь смотрите, что говорит В предвыборном угаре Райвис Дзинтерс Он говорит Путин дал команду Стрите На меня нападать И это делается для того Чтобы новые консерваторы Провели к власти В Сайме, Сасканю А логика с Каймой? Нет, там нету логики В этой вообще Это человек вообще без логики Как они все Там нету логики Там есть Ну, они дети преамбулы У них есть одна мысль Понимаете? Больше логика Какой логиками говорим? Но получается так Вот эти вот Новые консерваторы Которые при Представители Саска Они от ненависти дрожат И они не собираются Оказывается Ваши тарины и агентцы Оказывается Они будут Саску не брать То есть Доводится все До такого абсурда Что мне жалко Мне жалко Мне жалко Такое отношение К людям К избирателям Неужели их За таких держат Вот Недоумков Ну, так нельзя Понимаете? У нас Ну, да Можно Можно в пылу Там, в горячке Что угодно сказать Но Когда Ну, базовые вещи Базовые вещи Начинают заменять Никто же не говорит Ни о качестве воды Ни о воздухе Ни о качестве жизни Они ни о чем не говорят Да? Говорят о том Что нужно разобраться С русскими Да Михаил Каменецкий У нас в студии Депутатической думы Во второй части Будем принимать И звонки 612-939 И обсудим еще Целый ряд тем Не переключайтесь Микс-ньюс Добрый день Еще раз Михаил Каменецкий У нас в студии Депутатической думы Мы говорим об этом Националистическом обострении Которого, прямо скажем Затянулось Ну, хорошо Ну, вы давно политики Михаила А есть ли какие-то Не знаю Там предпосылки Или сигналы К тому Что вот эта вот истерия Вот это вот Нагнетание обстановки И не знаю Еще большее Раскалывание общества Не знаю Сколько можно Видимо Еще есть Еще можно Закончится после октября Многие настроены Скептически И считают Что выборами Всем Ничего не закончится Такие же придут Теперь к власти В парламенте И все Ну, тактика Тактика Любые ордена У них есть У них есть Какая-то Миссия Преподносится Очень громко Иногда нервно Иногда психопатично То есть Я не знаю На какого это Ну, это Это люди Которые пришли В политику И они сами Святые убеждены Что сейчас Они что-то Поменяют Но мы знаем Мы знаем Их Анамнез И Ничего Ничего Так сказать Вселяющего Надежду В то Что они Что-то К лучшему Изменить Могли бы Нету Но с другой стороны С другой стороны Ну, что мы Сейчас будем Говорить О старых партиях Ну, многие сейчас Ну, чего греха таить Многие сейчас думают Ну, ладно Ведь все Что Любые изменения Будет только хуже Да Но это Так тоже нельзя жить Так тоже нельзя жить Когда Когда Говорят Такой отрицательной повестки дня Да Когда Вот эта вот Коалиция Которая сегодня Существует Признается Самой Самой Безобидной Из всех возможных Ну, там Посмотрите Кто Что-то там За серпентарий Подобрался Ну, вот Кучинский сказал Что в принципе Его все устраивает Он дальше хочет быть Премьер-министром Конечно хочет И состав такой же Да Кто же сомневается Что Оренкевич Хочет министром Иностранных дел Остаться Да Они все хотят Они все хотят Но Но весь вопрос В том Ну, посмотрите Что они Вместо нового времени Они сделали единство Вместо единства Они сделали новое единство Но осталось Из всех комбинаций Там еще Новое время Ну, это Не знаю Старое Новое Что там остается Новое единство Уже есть Да Время Время единства Время единства Да Вот осталось Еще это Мы дождемся этого Да Наверное Но Их Их повестка Тоже Она Она основана На Вот я тоже посмотрю Как ведут себя Депутаты Венуты В Режской думе Да Тоже Отрицание всего То есть Что не делается Это позиция Что мы не делаем Все плохо И вот сейчас Был недавно Такой Интересный момент Да Ну Председатель думы Ну абсолютно Обоснованно Нелицеприятно Отозвался О людях Которые Ну так сказать Под покровом ночи Подготовленные Места Куда Режская дума Совместно С Рига С Межи Планировала И планируют Посадить деревья Специалисты Определяли Какие деревья Нужно посадить Когда это сделать Так вот Группа активистов Посадила там Какие-то кусты Ну естественно Кусты Выкопали Потому что Потому что Ну какая Это должна быть Все-таки Логика В действиях В развитии города Вот Ну это вот скандал Скандал Как можно выкопать Предложение Предложение По велодорожкам Давайте сейчас Решать вопрос По велодорожкам На улице Бревибас Ну давайте Мы ее отремонтируем И будем решать Вопрос О разметке Нет Вы не хотите Слушать Ничего Вы Режан Не слушаете Давайте Это сделаем Сейчас Потому что Им надо Перед выбором Все эти Но меня очень радует Меня очень радует То что нас критикуют Очень сильно Жестко Постоянно Нервно За то что мы Ремонтируем дороги Да и бог с ним Пускай критикуют Больше не за что Критиковать Критикуют за дороги Понятное дело За то что В городе творится Беспредел Как говорит Вена Город в руинах Мосты рушатся Дороги перерыты У нас в городе Катастрофа оказывается Вот они вот Из заседания В заседание Это повторяют Повторяют Настолько Все начинают Сами в это верить Ну хорошо Если людям От этого легче Пускай они Но только непонятно Зачем их избирали В Дум А может быть Вот такой вопрос Я вам задам Может быть Это общий Такой тренд Вот мы видим Что происходит в Европе И за пределами ее Есть тренд популизма Есть спрос на избирателей Нельзя ведь сказать Что Борденс Не знаю Там Юрош Стреки Вот упомянутый вами Они совершенно оторваны От избирателей От политического процесса И что-то сами себе фантазируют Видимо Они уловили Вот эти тенденции Как мы говорим Общеевропейские И давайте Может быть Есть спрос Вот на этот популизм Так это может быть Он абсолютно точно есть Он абсолютно точно есть Потому что Есть Есть Определенные группы людей И вот Мы уже говорили о том Что вот этот электорат Они должны бы разделить Между собой Вот эти Партии Да Вот мы сейчас Как раз подошли к этому Да Ну Ведь есть же люди Которые свято верят В то что В то что можно В лотерею выиграть И не раз Да Есть Люди верят Верят Многие люди верят словам Они настолько устали Да Что им хочется верить Тому что они слышат Вот Вот на таких Они не столько Вот сегодня Партии слов Они конечно Определенный процент получат Но потом Потом начинается Вот это все Что было Посмотрите Вот это Вот развитие Партии Кайминша Да Это же была Партия Бондарса Сначала Потом Вот это вот Весь этот Вот Решение В результате Закончилось Уголовным процессом Да Ну а для одного Уголовным Для другого Административным Там что-то С финансами связано Это понятно Все Но сам факт Что вот эти вот Люди Люди так сказать Ну не знаю Будут сейчас Кайминшу верить Может быть После этих Последних событий У него даже Среди этих людей Рейтинг поднимется Не знаю Да А вот Все-таки Возвращаясь Вот Упомянут вами Скандал Вот Между ТБ Весу Латвии И Боденца И партии Вот новых Консерваторов Они там Друг друга Обвиняют В чем угодно Чем этот скандал Закончится Ведь Если Юрыш Будучи Бывшим Сотрудником КНАБа Высокопоставленным Отвечаясь За оперативные дела Махает Какими-то Распечатками Ну неужели Там ничего нет Еще раз повторю Не хочу Даже Не хочу Даже Вникать Но это Ну пускай У нас же есть У нас же есть Ответственные Учения Ну конечно Есть или нет Но здесь абсолютно Все четко В разумные сроки Должно быть Принято решение Или посадить Джентерса С параднексом Или посадить Юрыша Ну третьего Не должно быть А будет третье Будет то Что они помедятся Потому что Они ни те Ни другие Не принадлежат Согласию А самое главное Не пустить согласие Да Вот это интересно Вот пока мы Наблюдаем За всем этим Таким спектаклем Таким театром Абсурда В том числе Националистическим Ведь мы видим Что в экономике Ну происходит Или в финансах Такие странные вещи Да Вот у нас министр финансов Говорит о том Что мы должны Сам очиститься Видимо Исходя из того Что деньги зло Ну видимо Латвии деньги Это не нужны Мы богатая страна Господин Кучинский Нам все время Рассказывает Да Население Покидает Никогда Никаких Потому что это Крамола Он не сказал Народ Это на латыш Человек Что это все Внутренних дел Кто-то обрадовал Этим заявлением Это было бы логично Кстати говоря Для такой небольшой страны Которая становится Все меньше и меньше А вот Господин Кивич сказал Что уже двумя процентами ВВП Кстати на оборону Мы не отделаемся То есть надо еще больше Вкладывать деньги Почему Говорит министр Иностранных дел Это же его прерогатива Он сказал Что надо же О безопасности Всем заботиться Ну правда Ну понимаете Вот этот Вот этот Вот если сейчас Будут какие-то Разногласия Экономические А может быть И не только Экономические А и Ну не столько Политические Ну около Политические Разногласия Между Европой И Соединенными Штатами То нашим То нашим Нашим политикам Надо на такой Шпагат Будет сесть Да Чтобы угодить И тем и тем Но главное Чтобы вот Уминистр Шпагат Это еще куда не шло Такабик Да Я говорю про шпагат Я тоже Да Вот Ну здесь нужно Очень большой гибкостью Обладать Потому что Потому что Результат Не прогнозируется Ну они Они выкарабкаются Они выкарабкаются Умеют они это делать Умеют Да Умеют делать шпагат И мы тоже выкарабкаемся И сейчас уйдем на Новости рекламу Михаил Каменецкий У нас был в студии Депутат Режеской Думы От согласия Не переключайтесь До свидания